Всем привет! Захотелось мне пересадить орхидею мини-марк. Хотя она отсадет и продолжает наращивать бутоны, но она растет у меня не пересаженная в покупном горшочке. Может быть я и не решилась бы ее пересаживать, если бы я не увидела вот таких вот пропадающих корешков в посадке. Поэтому я хочу посмотреть, что у нее там с корнями. Тем более пошла такая тенденция орхидеи засушивают корни. И я смотрю, что не только это у меня такое. Очень многие жалуются на то, что у орхидей сейчас корни просто вот были-были хорошие, живые, только выросли и раз и засохли. Без этим их причин. Ну, конечно, причина ясна, что есть какая-то. И без лабораторных исследований мы причину этому не сможем понять. Начну сразу, чтобы не тратить время напрасно. Сейчас попробуем ее освободить из этого стуканчика, которым она растет. Это горшочек девятого размера. Там на заднем плане у меня не зря стоит орхидея. Это пениф орхидея, которая стоит на наращивании корней у меня. Видео о ней я оставлю в описании, как и что с ней произошло и почему она у меня стоит на наращивании корней. Ну, конечно, видите, это орхидея мини-марк, это азиатская, не азиатская орхидея, хотя она, кажется, во мху, да, но она не азиатская, это европейская. Европейская орхидея из какой-то европейской, забыла, оранжерея. Можно частично использовать вот этот черный сверху, который впитал в себя соли при поливе. Я уберу, выброшу, а выберу хороший мук и буду использовать ее в посадке у орхидея мини-марк. Посмотрите, как будто бы хороший, а здесь как будто бы обожжен. Это гнилой. Я сейчас не буду орхидея мини-марк сразу садить в какой-то грунт, в какой-то субстрат. А посмотрите, а внутри торфяного стаканчика орхидея чувствует себя хорошо. Корни в хорошем состоянии. Вот на поверхности они не защищены ничем, а внутри они хорошие. Делаем такой вывод. Или, возможно, там сверху орудуют какие-то насекомые, которые подъедают корешки. Или обожжены удобрениями. Хотя я использую не химические удобрения, как вы видите, а органику, аминогислоты. Это вообще не слышно даже, да? Корень пустой. Или, возможно, какой-то грибок завелся, который на поверхности внутрь еще не проник и поедает так корни. Я не буду давать названия этим болезням, потому что я не уверена, правильно ли я их назову. Я ведь не делала анализы в лаборатории. Ну, что я буду делать? Вот этот испорченный виламин стежей я сниму. Вот смотрите, здесь как бы, да, от основания корень пропал, а дальше идет хороший. Вот это вот я плохое снимаю, выброшу. А этот корень оставлю, он будет работать. Он будет впитывать влагу виламеном и по самому корешку, по тяжу, доставлять его орхидеи. А испорченный виламен, чтобы дальше корень не разрушался, нужно снять. Такие длинные хорошие корни были. Что-то испортило. У меня не зря стоит, да, я уже сказала, да, орхидея пениф, она стоит на наращивании корней. И, как сейчас я вам покажу, у нее уже есть прогресс, она начала растить корни от ствола. Растит листочек. Но я все-таки еще не засыпаю ей грунт. Во-первых, я жду посылку с грунтом, который хочу применить. Так, этот листик я уберу. Все равно, он все равно фласочный. Да, я хочу сказать вот что. Орхидея мини-марк из тех орхидей, которые любят постоянную влажность. Ей вот нельзя пересушивать корни. Или, возможно, видите, в грунте они хорошие, там где была постоянная влага, а на поверхности, возможно, пересушенные. А может все-таки грибок какой-то. Видите, какая здесь вот чернота внутри веламена. И пока мы ждем грунт, в который посадим орхидеи. Сразу скажу, это будет неорганический грунт. Я хочу ее поставить на наращивание корней. Так же самое в пустую кашпу. Ага, тут видно уже надпухает корешок. Тут тоже листики я уберу. С таким количеством корней, да еще и с цветоносами. Ого! Крепко держится листочек. Мини-марк сильный. Мини-марк, хоть и мини, но марк достаточно сильный. Для того, чтобы как-то обезопасить растение от неизвестного нам болезни, от неизвестной нам грибка, сегодня я буду применять одно лекарственное средство. Аптечное средство, которое вы можете также применить в аптеке. Такие длинные тяжи. Видите, половина тяжей, половина корней. Так они висят. Так, все гнилое обобрали, чтобы не осталось никакого грибка. Сейчас я покажу это средство. Вот, все. Ага. Ой. Наверное, закрывала рукой. Тут... Не хочет камера... Что-то у меня в последнее время... Камера не хочет фокусироваться. Тут уже есть набухшая почка. Думаю, это корешок. И надеюсь, что вот эти новые корешки тоже не раскуклятся. Да. Сейчас я здесь уберу. И мы с вами продолжим. Итак, что мы будем использовать? Это у меня кипяченая, такая тепленькая водичка. В эту воду я добавлю метронидазол. У меня здесь его осталось примерно 30 миллилитров. И воды у меня стакан 200 миллилитров. Все. Весь этот метронидазол я вылью в эту кипяченую воду. Здесь в составе, если почитать состав метронидазола, присутствует не только метронидазол, но еще и гидрофосфат, кислота лимонная, натриохлорид, вода для инъекций. То есть и всего получается на 1 миллилитр этого раствора метронидазола 5 миллиграмм. Вообще, как я говорила уже в видео про пениф, я этим раствором, не разбавленным даже в воде, обрабатывала шею пенифа, когда видела гневение листьев. И вот после этого он выпустил такие вот два корешка. Надеюсь, и дальше будет также растить корни. Тем более, что я его обработала не только метронидазолом, но и еще китайским укоренителем, которые в последнее время я использую на канале и показываю в видео. Я протру этой водой с метронидазолом листья, шею, ствол и одному растению, и второму, и налью воду в кашку, в которых они стоят. Видите, я жду наращивания корней, когда они начнут растить корни. Метронидазол с лимонной кислотой, с китрофосфатом. Это как раз то, что нужно орхидеям, чтобы побороть вирус или грибок и начать жизнь и рост заново. Я знаю, что очень многие орховоды, блогеры пользуются метронидазолом. Они применяют их на своих орхидеях и показывают результаты хорошие, положительные по восстановлению орхидеи от болезней, лечению орхидеи от болезней. И обработаем ствол орхидеи так же. Сюда тоже зальем, поставили в кашку и зальем корни водой. Вот так она будет стоять до этого момента, пока я не увижу рост корней. Так же самое, как и пениев. Для меня мало того, что от шеи корни начали расти. Я хочу, чтобы еще начали раскукливаться вот эти корни, старые корни орхидеи. И тогда я буду постепенно подсыпать им грунт. Потому что в моих условиях, я уже неоднократно говорила, мне очень сложно выращивать растения в открытой системе. Это очень много времени занимает, потому что нужно постоянно опрыскивать, поливать, доливать. А грунт все-таки содержит воду. Вот я хочу вам показать на примере того, как я наращивала орхидеи корни в открытой системе. То есть в открытом кашку, без какого-либо грунта. И после того, как я увидела, что корни начали расти, я стала подсыпать сюда грунт. Но здесь на дне лежит триферн, потом архиата и крупные куски коры. Я уже сверху вот укладывала, чтобы корни продолжают расти. Теперь я продолжаю укладывать кору. Вот так вот красиво она разрастается. Это посадочка в коре. И хочется верить, что очень скоро порадует нас цветением. И в заключение скажу, что если вы видите засушивание корней у своей орхидеи, возможно это тоже какой-то грибок, вирус, инфекция. Попробуйте применение метродинитозола. Уже испытано, испробовано не только одной мной, но и многими блогерами, архаманами. И они дают добро на применение этого препарата на орхидеях. А сегодня я с вами прощаюсь. Всем добра, мира. Всем пока-пока. Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тут на кого не тратиться. Продолжение следует. Продолжение следует...